Песня «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа» «В первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус». Это был автор этого Евангелия, впоследствии Иоанн Богослов. Почему она побежала к Симону Петру? Ну, он был старшим среди апостолов, поэтому это очень естественно. И говорит им, унесли Господа из гроба, и не знаем, где положишь его. Ну, что она видела, то и сказала, как она это восприняла. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали, оба вместе. Но другой ученик бежал скорее Петра. Он помоложе, порезвее. Пришел ко гробу первым. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Почему не вошел? Потому что воспитанный был человек. Молодые люди обычно нетерпеливы. И вот эти все недостатки, они устраняются воспитанием. Он понимал, и так был воспитан, что лезть прежде, чем старший придет, ну, просто неприлично. И наклонившись, увидел лежащие пелены. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб. И видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его. Не с пеленами лежащий, но особо, с витой на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, именно Иоанн, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Что значит уверовал? Согласно Священному Писанию, вера – это и есть видение того, что невидимо. Вот Мария Магдалина, из того, что она увидела, и пошла, рассказала Петру с Иоанном, она этого не увидела. А Иоанн Богослов увидел вот эту ситуацию, отваленный камень от гроба, свиты, аккуратно лежащие пелены, и уверовал. То есть он увидел то, что произошло. Что это, почему так случилось? Мария не увидела, хотя первая пришла. Петр не увидел, что, хотя был старше, и опыт у него был и жизненный, и он близок был к Спасителю. А вот самый молодой и вдруг увидел. Что дает возможность вообще видеть? Видеть то, что невидимо. Дает возможность воспитания сердца. Или, как вот древние подвижники говорили, устроение. Как устроена душа? Я, например, очень часто вижу, когда родители делают грубейшие ошибки в воспитании своих детей. Это видно и по самим детям, и видно, когда они взаимодействуют. Отчего это происходит? Потому что они действуют не по воспитанию, как Иоанн Богослов, а действуют по страсти. Людьми руководствуют страсти. Гордость, самомнение, глупость, зависть, желание настоять на своем, часто во что бы то ни стало. И поэтому чаще всего человек, он даже не может заглянуть немножко вперед. И то, что происходит в человеческих семьях, ну, сплошные трагедии. Потому что вместо того, чтобы семью устроить так, чтобы она была таким духовным оазисом в нашей жизни, которое есть как бушующее море, наоборот, все время мучают друг друга. С утра до вечера, и ночью, и утром. Почему? Все по гордости, по глупости, по тупости, по нечуткости. И все глубже и глубже петля на шее входит в саму плоть человека. Потому что руководствуется человек страстями. Он то возмущается, то обижается, то раздражается, то гневается, то в нем кипит чувство справедливости. Что такое справедливость? Справедливость – это когда он останется ни с чем, а я буду со всем. И так далее. Потому что у каждого чувство справедливости, оно работает только в одну сторону. И поэтому Господь в силу, ну, такой непамятливости человека дал нам Священное Писание. И единственное спасение наше в том, чтобы мы выучили его наизусть. Тогда в нужный момент нам на ум придут слова из Писания. И вот здесь говорит Иоанн, они еще не знали из Писания, что Спасителю надлежало воскреснуть из мертвых. А уж Иоанн уже уверовал, что это произошло. И так ученики опять возвратились к себе. А Писание – это есть высший авторитет. Тут не нужно какое-то чувство логики, не нужно какие-то исследования, хотя это может каким-то образом помочь. Но само слово Писание, оно человеку говорит то, что ему нужно. И вот для нас спасение, как Слово Божие говорит Христос говорил своим ученикам, исследуйте Писание, оно свидетельствует о мне. Ну, конечно, и Петр, и Иоанн, они еще и грамоты не знали к тому времени. И мы, они все, что знали из Писания, то, что вот время от времени слышали в синагоге, в храме, и из слов Христа Спасителя. Но через качество души Иоанн прозрел быстрее Петра. И вот если бы мы, как в Писании сказано, не будь вельми прав, потому что человек, его все естество и духовное, и душевное, и телесное, оно все искажено грехом. Поэтому при всей правоте, юридической, фактологической, человек все равно не прав. Почему? Потому что у каждого события есть духовный смысл, а мы не видим его. Нет у нас такого христианского качества, чтобы прозреть. А вот если мы будем знать Священное Писание, нам оно, Священное Писание, даст ключ к пониманию того, как мы должны действовать. То, что иногда нам кажется, что надо действовать быстрее, а Господь считает, что надо помедленнее. Но от того, что мы хотим, мы очень много ломаем и портим. Чаще всего при воспитании детей родители проявляют нетерпение. Самое смешное, это когда мама, жаловаясь на своего трехлетнего сына или дочку, говорит, он совершенно не слушается. Извините, как-то в три года можно уметь слушаться. если ребенок слушается в три года, его надо показать детскому психиатру. Что-то с ним не то. Он нездоров. А мама, там, только родив, совсем недавно уже хочет, чтобы он слушался. И от того, что она орет, раздражается, никогда он не будет слушаться. В этом возрасте это невозможно. Нормальный здоровый ребенок, он делает то, что он считает нужным. То, что идет интенсивное формирование его личности до четырех лет. И он этот мир изучает, он в нем действует, он видит реакции других людей. И воспитание совершенно не заключается в том, чтобы его свернуть в бараний рог, лупить, орать, и чтобы его заставить слушаться. Можно только напугать до смерти. И всякие отношения закончить и прекратить, ребенок перестанет не только что слушаться, он даже слышать перестанет. Взрослый человек, который все время орет, он от него отключится. просто будет восприниматься крики взрослых как скучнейший из шумов, в котором нет ни смысла, ничего ему от этого не идет полезного. И это уже, а как тогда быть? Раскинь палаты, подсчитай Священное Писание, помолись, вспомни, какой ты был, почитай возрастную психологию, есть книжечки, они не толстые, и все узнаешь. Нельзя требовать с ребенка того, чего ты сам не умеешь. И научить можно только тому, что умеешь сам. поэтому такие горе-родители, они ничего, как только орать, больше ничего не могут. К сожалению. И все их воспитание заключается в том, что они уродуют детей. К сожалению. А вот пример Иоанна Богослова говорит, что кажется, можно по-другому. И вот это Евангелие открывает и для нас такую возможность. Благословение Господне на вас того благодати человека и любого седанного веки и веки и веки. Аминь. Придите поклониться царем нашему Богу. Придите поклониться царем нашему Богу. Богу.